Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. В Fallout 4 русский язык будет лишь в виде субтитров. Для Trials Fusion вышло дополнение Asim Level Max. В сеть был слит обновленный геймплей Encharted 2 Amon Sips. Для Never Alone готовится дополнение. Известна дата выхода 5 эпизода Game of Thrones Telltale Games. Fallout 4 русский язык будет лишь в виде субтитров. Недавно глава студии Bethesda Games заявил о том, что над диалогами в игре трудились долгие два года. Каждый герой в среднем имел около 13 тысяч реплик. Вскоре появился соответствующий вопрос, будет ли в Fallout 4 русская озвучка. Ответ появился на официальном сайте Soft Club, где на странице с описанием игры Fallout 4 говорится о том, что русский язык в игре будет лишь в качестве субтитров. Как известная русская локализация присутствовала в Fallout 3 и The Elder Scrolls V Skyrim. Теперь же разработчики собрались поступить с Fallout 4 так же само, как и с Fallout New Vegas. То есть оставить игру без русской локализации. Что касается самой компании Bethesda Games, то они на данный момент не указали причину отсутствия русской локализации. В любом случае, можно и так догадаться, почему разработчики приняли такое решение. Объем работы невероятно большой и мог бы занять долгие месяца. Для Trials Fusion вышло дополнение Asim Level Mad. Компания Ubisoft в честь выхода крупного дополнения для своей игры Trials Fusion выпустила следом и трейлер, который демонстрирует все прелести и тонкости дополнения. Дополнение носит название Asim Level Max, причем которое было анонсировано еще во время игровой выставки E3 2015. Итак, в новое дополнение вошло более 30 совершенно новых трасс, 10 новых треков и даже 30 новых испытаний для всех играющих. Кроме этого, для всех желающих появилась еще и возможность купить полное издание игры, которое носит название Trials Fusion Asim Max Edition. Оно имеет не только саму игру, но еще и сезонный абонемент и, конечно, новое дополнение. А если говорить простыми словами, то вы в этом издании получите более 180 трасс от самих разработчиков и еще более 60 тысяч трасс от других игроков. Напоминаем, что цена полного издания составляет 1300 рублей. В сеть был слит обновленный геймплей Uncharted 2 Amon Seas. Пока каждый игрок обсуждает четвертую часть из истории Нэтана Дрейка, в сеть аккуратно слили первый видеоролик, который прекрасно демонстрирует обновленный геймплей игры Uncharted 2 Amon Seas. На данный момент в геймплее какого-либо масштабного прорыва не произошло, но сразу становится заметно, что разработчики сложа руки не сидели. Поэтому подтянули освещение в игре, проработали модели героев и немного подтянули окружающие текстуры. Разработкой этого переиздания занимается на данный момент студия Blue Point, так что за игру можно не волноваться, ведь ее отдали в надежные руки. Напоминаю, что переиздание выходит уже 9 октября этого года на PlayStation 4. Если верить словам разработчиков, то игра будет работать в разрешении 1080 пикселей и выдавать все 60 кадров в секунду. Талантливый модер перенес Соника на движок Unreal Engine 4. Умелый модер под ником CryzenX перенес легендарного Соника на движок Unreal Engine 4. Конечно, на данный момент игра сидит на технической демке, которая носит название Kite, но это не мешает Сонику бегать с невероятной скоростью по разнообразным горам и лужайкам, где, кстати, имеются даже животные. Самое удивительное в этом всем то, что текстуры подгружаются достаточно быстро и без каких-либо серьезных подвисаний. Что касается самого Соника, то он смотрится достаточно гармонично в своем новом облике. Не хватает лишь несколько золотых колец. Стоит напомнить также о том, что совершенно недавно был продемонстрирован еще и проект, который показывал нового Марио. Приключения Марио были также воссозданы на движке Unreal Engine 4. В любом случае, автор утверждает, если у него появится хорошая финансовая поддержка, то он сможет создать полноценную игру. Для Neverwinter скоро выйдет глобальное PVP-обновление. Если верить словам разработчиков, то же совсем скоро в Neverwinter произойдет глобальное изменение. Игра перестанет быть уютной песочницей и превратится в массовое побоище. Все дело в том, что уже совсем скоро выйдет обновление Neverwinter Strongholds, которое заставит всех игроков сражаться за замки и ближайшие земли. После установки данного обновления, игрокам откроется доступ к совершенно новой карте, где и начнется самое интересное веселье. Но сперва территорию придется очистить от чудовищ, а для этого потребуется объединиться с другими игроками в гильдии. После этого дается время на то, чтобы обустроить свою собственную крепость, то есть построить оборонные сооружения, вроде башен лучников, построить стены и тому подобное. Исходя из этого, уже совсем скоро в Neverwinter начнутся массовые бои за замки и земли. Так что игрокам предстоит постараться, ведь необходимо не только захватить крепость, но еще и удержать ее. Для Never Alone готовится дополнение. Известный платформер о приключениях маленькой девочки и лисички, которая в народе называется просто песец, на Аляске вышла еще в ноябре 2014 года. И вот игра настолько понравилась игрокам, что разработчики Never Alone решили для нее выпустить интересное обновление. Дополнение будет носить название Fox Tales. И выходит оно в первую очередь для платформ PlayStation 4. Что касается даты выхода дополнения на другие платформы, то она пока неизвестна. Кроме привычных головоломок, в дополнение появятся и новые возможности. К примеру, Нуни вместе с лисой теперь предстоит отправиться в далекое плавание по реке. Причем животное теперь получит возможность управлять течением. Кроме этого, как стало известно, в игре появится полярная весна, которая знаменует приход нового злодея. В любом случае, более подробные детали этого дополнения удастся раскрыть лишь во время прохождения. Известна дата выхода пятого эпизода Game of Thrones Telltale Games. Совсем недавно компания из Telltale Games опубликовала скриншоты пятого по счету эпизода, их увлекательной и в тот же момент напряженной игры. И вот теперь, видимо, они решили, чего тянуть. Разработчики решили опубликовать новый трейлер с датой выхода пятого эпизода. В итоге теперь известно, что Game of Thrones эпизод 5 A Nest of Vipers выходит 21 июля. Причем уже на следующий день данный эпизод можно будет приобрести в Xbox Game Store для платформ Xbox 360 и Xbox One. Так что выход на эти платформы состоится на день позже. Что касается мобильной версии, то она выйдет на два дня позже от запланированной даты выхода. В любом случае, новый опубликованный разработчиками трейлер прекрасно показывает то, что ждет игроков в дальнейшем. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok